Иногда мы не можем добавить времени к ограниченной жизни, но мы можем добавить жизни к ограниченному времени. Это высказывание особенно четко и точно подмечает главную функцию палеотивной помощи – оказывать поддержку тем, кто хорошо понимает, как близко с ним находится тот крайний порог действительности, и как важно, чтобы этот период прошел максимально душевно, тепло и просто. Эту особую задачу в областном центре решает коллектив Брестского хосписа. За эти три года штат работников здесь практически не изменился. Врачи и средний медицинский персонал понимают, с какой функцией они приходят сюда, и видят в своей деятельности глубокий смысл. Поддержать медицинский персонал и пациентов в учреждениях в преддверии праздников приехали представители Российского центра науки и культуры в Бресте. Не с пустыми руками. Фрукты, сладости, полиграфическая продукция – все то, что будет пользоваться спросом в учреждении. Попадая в это здание, ты видишь, сколько любви, сколько тепла, сколько даже какой-то хозяйственной руки, но с точки зрения желания помочь, чтобы было комфортно, чтобы было тепло, чтобы было приятно сюда вложено. И я отмечала тогда, и сейчас тоже хотела бы сказать, конечно, слова благодарности в первую очередь этому коллективу, уникальному коллективу, который работает во многом благодаря своему душевному богатству, своим большим сердцам, вкладывает сюда свое тепло, тепло своих душ. Диалог за чашкой чая – неформальная беседа. Это дружеский разговор. С какими нуждами сталкивается учреждение? Есть ли необходимость в какой-либо помощи и поддержке? Эти вопросы – не пустой звук. Это желание помочь реально, в том, в чем действительно есть потребность. Общение получилось очень дружеским и теплым. Работникам хосписа было приятно получить подарки и услышать столько теплых слов за свой непростой труд и особое гуманное отношение к людям. Нам приятно, что нас посетил Российский центр культуры и науки. Это уже второе путешествие к нам их в том году тоже были. Оставили нам сувениры. Хоспис работает, как говорится, в штатном режиме. Поступают к нам наши особенные больные, которые нуждаются в паллиативной помощи. Мы по мере возможностей ее оказываем. Нареканий со стороны пациента, родственника на нашу работу нет. Новый год и Рождество приносят в жизнь сказку. Так пусть же она как можно чаще будет с теми, кому она особенно нужна. А доброе дело друзей и партнеров делают даже самые необычные мечты и просьбы чем-то реальным и нужным.